Здравствуйте! В эфире программа «Городской стиль». Меня зовут Анастасия Шугаева. И в этом выпуске мы научимся кататься на скейтборде. Узнаем, как готовят свои обеды волонтеры группы помощи бездомным и нуждающимся. На время перенесемся в средние века и узнаем о вооружении прошлого. А также приготовим несколько летних безалкогольных коктейлей в рубрике «Лайфхак». Будет жарко – мы начинаем! Лето. Энергичное и бодрящее. Отличное время найти себе новое увлечение. Например, встать на скейт. В этом деле я абсолютный новичок. Но знаю, к кому обратиться за советом. Привет! Для начала нужно понять, какая нога у тебя стоит в спереди. Какой тебе удобный – легша ты или правша, если говорить просто. Чтобы это понять, нужно сделать такой тест. Тебе нужно закрыть глаза и расслабиться. Вот, ты пошла правой ногой вперед, значит, у тебя правая ведущая. С ногой определились. Теперь пришло время вставать на доску. В своем случае нужно поставить слева. Так. Поставить ногу чуть-чуть дальше. Чуть дальше. Нет, ближе точнее. Ближе? Так, да, правильно? Да, дальше отботы, как в ту сторону. Вот так. Вот. И получается, попробуй поставить немного на вот этой ноге. Да, чтобы никуда не указывать. И нужно толкнуться левой ногой и при этом держаться на правой. И просто не надо? Ну да, просто. Что-что, а падать я умею. Зато, как красиво развивается одежда. Надо же хоть какие-то плюсы в этом искать. Ничего страшного. Все с этого начинают. Нужно пробовать, пробовать и пробовать. Главное, не забыть про тормоз. А то укатитесь куда-нибудь не туда, как я в камеру. Скейт устроен так, что нажимая вперед или назад, он, соответственно, поворачивает налево или направо. То есть у него подвески подвижные. То есть вперед-вперед-назад, это как-то право-лево. Ну, вот. Я просто пока не понимаю. Получается, вот, я на носочки наступаю, он поворачивает влево. Наступаю на пятки, он поворачивает вправо. Теорию выучили, пробуем на практике. Главное, не забывать вес на передней ноге держать. Ага, я поняла. Да, вот. Ух ты. Вау, он даже поворачивает. Да, он сам едет. А-а-а. Так, стоп. А как это остановить? А, все. Видишь, слезо я остановила. Так, стоять и катиться я вроде научилась. А как насчет трюков? Самый основной трюк, от которого вообще все идет дальше, это Олли. Называется Олли. Вот. Суть трюка в том, что нужно поочередно сделать два, казалось бы, красных действия, но на их обучение уходит примерно месяц. Вот. Сначала делается щелчок, то есть это, ну, примерно вот такое действие. Ну, щелчок называется, потому что доска щелкает. Вот. А затем нужно передней ногой вывести доску. Соответственно, получается вот такое движение. Доска выпрямляется и получается прыжок. Или не получается, как в моем случае. Никита, а трюка попроще не найдется? Вообще, что можно сделать новичку, и что все делают, но это не является по сути трюком, это вот такое действие. То есть ты как бы просто переворачиваешь доску на колесике. Для этого ничего особо не нужно сделать. И не особо опасный трюк, но... Додуматься не надевать белые кроссовки, разве что. Ну что, пробуем. Конечно, за несколько часов научиться кататься на скейтборде не получится. Зато можно посмотреть на Никиту и вдохновиться. Их хата не с краю. Волонтеры группы помощи уже шесть лет проводят благотворительные обеды. Не пропустили ни одного. В дождь, мороз и пандемию приходили на место, чтобы накормить тех, кому больше никто не поможет. Отчет всегда можно увидеть в сообществе ВКонтакте. Мы выставляем всегда фотоотчет. Я и нашим подопечным объясняю, чтобы они не обижались, потому что это не всегда ловко и нам фотографировать их. Мы говорим о том, что фотоотчет нам нужен, чтобы люди видели, что переданы ими продукты, пошли по целевому назначению. Несмотря на это, в сети все равно находятся комментаторы, которые пытаются уличить волонтеров в присваивании вещей и продуктов. Были такие комментарии, что все это фикция, что никаких обедов не существует, все это пиар-акции, нет никаких бездомных. И даже как-то я читала, что люди писали, что вы привозите все, фотографируете, потом забираете. Потом мы стали фотографировать непосредственно в процессе. Волонтеры добираются до своих подопечных в любую непогоду. Несмотря на морозы, несмотря на метели, было такое, что было очень сложно добираться. Было такое, что мы опаздывали, опаздывали на час, потому что по городу было нереально проехать. Но мы приезжали. Не всегда это легко. Не всегда все волонтеры готовы пожертвовать своим, так сказать, выходным днем, особенно если это 1 января. Но большинство приезжают, идут на помощь другим. С началом пандемии тех, кому нужна помощь, стало больше. Люди работали неофициально, а с закрытием заведений оказались на улице. Снизился и общий уровень дохода. Есть и семьи, если это многодетные семьи, это полные семьи, но когда у тебя 5 детей, тяжело самостоятельно их прокормить. А если это вдова или мать-одиночка, то тут тем более. Но так же и старики. Очень часто к нам приходят пожилые люди, которые одни, у которых нет детей, супруг или супруга уже отошли. И поэтому человеку одному на минимальную пенсию очень сложно. Помимо обеда волонтеры выдают продуктовые наборы. В них крупы, макароны, консервы. Отдают и одежду. Все это неравнодушные куряне приносят в домик добрых дел на улице Белинского. Все готово. Можно отправляться на привокзальную площадь, радовать вкусным обедом своих подопечных. Многие из них приходят заранее, чтобы занять очередь. Помочь может каждый. И вовсе не обязательно готовить полноценный обед. Можно просто передать продукты и вещи в домик добрых дел. И будьте уверены, что добро, сделанное вами, точно вернется. Когда за окном такая жара, хочется немного охладиться. Как насчет летних напитков? Я специально для этого подобрала несколько вариантов с минимальным набором ингредиентов. Нам понадобится сахар, немножко мяты, лимон, холодная вода. И еще нам понадобится лед, но пока что он прячется в холодильнике, чтобы не растаять во время съемки. Начнем мы с безалкогольного мохито. Для этого нам понадобится сахар. Дальше мы берем лимон и отрезаем дольку. Она станет украшением. Остану лимон мы выдавливаем в стакан. И теперь нужно это размешать все. Важно, чтобы сахар полностью растворился, иначе потом ваш коктейль будет немного хрустеть. Поэтому перемешиваем долго и тщательно. Затем добавляем мяту. Кстати, спешу похвастаться. Эту малышку я вырастила сама на балконе. Следующим этапом нужно добавить лед. Поэтому сейчас я его достану из морозилки. Теперь мы заливаем это газированной водой. Чтобы шаг не доводит конкурс мокрых маек. Я буду как бармен. Наверное, у него не такая ложка. Мы же готовим домашний рецепт. У нас все по-домашнему. И последний штрих – это лимончик. Она кратит стаканчиком. Теперь осталась самая вкусная часть – это дегустация. Мне кажется, минералка слишком соленая для этого коктейля. Такой с небольшой солинкой, можно так сказать. Но все равно жажда утоляет. Я думаю, что если подобрать еще и воду газированную, будет вообще круто. Ну что, мы переходим к следующему рецепту. Для начала надо здесь все убрать. Для следующего рецепта нам понадобится еще более скромный набор ингредиентов. Это лимон, сахар и обычная вода. В конце мы тоже достанем лед. Просто для того, чтобы остудить наш домашний лимонад. Для начала нам нужно снять цедру с лимоном. Цедру мы сняли. Следующим этапом мы также выдавливаем сок в стакан. Теперь нам нужно немножко поварить цедру лимона. И также в кастрюлю мы добавим немного сахара. Кастрюля у меня есть. Вода в ней тоже уже есть. И мы ставим таймер на 10 минут. Вода приобрела желтоватый цвет. Добавляем туда лед, чтобы остудить. Смешиваем и пробуем. Очень даже приятный напиток получился. Его можно перелить в бутылку, в банку. Кстати, мой личный лайфхак. Можно переливать холодные напитки в термос. И так они дольше сохраняют свою температуру. Ну вот такие. Достаточно простые, но очень вкусные рецепты у нас получились. Поэтому повторяйте и спасайтесь от жары. А мы переходим к следующей рубрике. Хотели бы вы на время отправиться в прошлое? Может быть, в раннее средневековье? Если вы думаете, что это невозможно, то спешу вас познакомить с теми, кто развеет эти сомнения. Эти бравые парни – реконструкторы. Они стремятся в точности воссоздать одежду и вооружение прошлого. Настоящие рыцари в доспехах. Александр, наверное, самый главный вопрос – это про обмундирование. Я так понимаю, вы все делаете самостоятельно? Большую часть наряжения мы изготавливаем самостоятельно. Например, этот ламелиарный доспех был собран мною самостоятельно. Кольчуги на наших товарищах тоже собраны самостоятельно в большинстве своем. Закупаем мы только отдельный элемент снаряжения. В первую очередь, это вооружение. И это некоторые виды шлемов, такие, как, например, этот. Потому что данный шлем отличается сложностью изготовления, сложностью украшения. В данном случае это латунные каемки с чеканным узором, что добавляет сложности. И навершия, которые паяются специально латунью. Есть и более простые варианты шлемов. Их ребята изготавливают самостоятельно. Они так просто об этом рассказывают, но лично мне тяжело представить, сколько это работы. Ведь шлем и правда должен защищать. Иначе в бою, хоть и в дружеском, можно получить травму от орудия противника. Я относительно недавно пришел в наш военно-исторический клуб и сделал его своими руками буквально за две недели, не спеша. То есть, в принципе, человеку достаточно немного навыков обращения с металлом, желания и терпения. Также на мне кольчуга, клепано-просеченная. То есть, каждое колечко расклепано по краям и заклепано заклепкой. Таким образом, кольчуга получается очень легкой. В то же время она дает дополнительную пасдвижность в бою и ни в коем случае не стесняет движения. То есть, вполне себе можно двигаться, как угодно приседать. И человеку, который носит, будет очень удобно мне передвигаться. Хотя легкая – понятие относительное. Ее вес может превышать 10 килограммов. Да и в целом носить все снаряжение, а тем более сражаться под силу только физически подготовленному мужчине. Девушек на поле битвы практически нет. А доспехи они и вовсе не надевают. Их оружие – лук и стрелы. Но мне все же открыли секреты обращения с более серьезным вооружением. Скажу честно, держать его в руках достаточно непросто. Уж очень оно тяжелое для моих слабых женских рук. А каково использовать его в бою, даже представить не могу. В наше время мы в основном защищаемся кастоком мечом очень часто. Из-за этого оно такое зарубленное. В работе мечом есть определенное правило. Меч делится повысительно на три трети, три части. Верхняя треть – это треть, которая наносится удар. В ту эпоху точилась только она. Дальше меч обычно не точился. Это было не нужно. Первая треть от гарды, от защиты кисти – это треть для защиты от удара. То есть, когда в тебя летит удар, ты защищаешься этой частью клинка. Благодаря этому ты выигрываешь рычаг. То есть, противник ударил этой частью, ты защитился этой частью. Ты можешь управлять мечом противника. Обращаться с мечом учили с раннего детства. Сначала он был деревянный, затем уже по возрослевшему юноше изготавливали настоящий. Использовать это оружие могли только знатные люди. Но меч в те времена был далеко не самым опасным орудием. А вот Бродекс действительно вселял страх в противников. По захвату Бродексом. Есть несколько захватов. Его можно держать как на длинные руки. То есть, я держу близко к концу клинка. Благодаря этому я выиграю в длине оружия, но я его плохо контролирую. Опять-таки, принцип рычага. Есть хват ближе к навершию топора, то есть к самой железяке. Благодаря этому я его очень легко контролирую. Я могу ударить нижней частью оружия, могу ударить верхней частью оружия. Но самым простым в использовании орудием в средние века было копьем. Особых навыков оно не требовало, но обладало сокрушительной силой. Копьем, с одной стороны, это, безусловно, самое простое. Ну что, взял и пошел колоть. Ничего сложного. Но на самом деле, в нашу эпоху и в наших условиях, мы не используем весь потенциал копья, потому что это очень травмоопасно. Копьем, которое можно взять на длинный хват, чтобы колоть, всегда можно взять на короткий хват. Опять-таки, им можно уколоть на короткой дистанции, если противник подошел очень близко. А можно ударить обратной стороной копья. Опять-таки, рычаг очень опасен. Чтобы рассказать про снаряжение наших предков, одного эфира будет недостаточно. Уж очень много нюансов и тонкостей. Каждый элемент продуман до мелочей. А если вы вдруг заинтересовались и хотите примерить на себя роль воина из Средневековья, клуб «Путь предков» готов помочь вам и абсолютно бесплатно. КОНЕЦ На этом программа «Городской стиль» подошла к концу. С вами была Анастасия Шугаева. До новых встреч в эфире. И помните, жизнь заиграет новыми красками, если начать пробовать что-то новое. Субтитры создавал DimaTorzok